Перед приходом первых клиентов банщики заканчивают приготовление. Отищенные и продезинфицированные тазы расставляют по местам. Известия о том, что вступили в силу новые санитарные правила, Роспотребнадзоры работники муниципальной бани встретили спокойно. Говорят, заведения, которые дорожат своей репутацией, большинство из этих норм давно соблюдают. Теперь же рекомендации приобрели обязательный характер. По новым правилам на один кран должно приходиться не более восьми посетителей. На одно место в мыле должно быть два таза, причем таз для ног должен иметь соответствующую надпись. Добрались и до температурных режимов. Отныне теперь в раздевалках ртуть не должна подниматься выше 28, а в мыльной не ниже 25 градусов. Особое внимание уделено отделочным материалам, которые должны быть безопасны для здоровья, отличаться устойчивости к влаге, высоким температурам и дезинфицирующим средствам. Новшество обязывает владельцев бань и саун поменять мебель. Тканевым мягким диваном и креслом здесь больше не место. Самое главное изменение. Теперь бани и сауны запрещено открывать в жилых многоквартирных домах, только в отдельно строящихся зданиях. Те сауны, которые уже оборудованы, ликвидировать никто не будет. Правила коснутся лишь вновь открывающихся. Что очень даже логично. Вода и пара разрушают конструкции здания, а плесень, которая имеет тенденцию размножаться во влажной и теплой среде, угрожает здоровью жильцов. Опасна не только вода, но и открытый огонь. Последние случаи, когда в Иркутске горели сауны в подвальных помещениях жилых домов, зафиксированы в 2006 и 2007 годах. Чаще всего причина возгорания становились нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Да и соседство с помывочными заведениями многим иркутянам не нравится. В сауну приходят, народ выпивший, то, что будет шум, громкая музыка, у многих маленькие дети, плюс это влажность, идут в дома грибки. Между тем, есть и некоторые послабления. Теперь при парных можно открывать не только салоны красоты и парикмахерские, но и даже бары и рестораны. В последней редакции документа о санитарных правилах для бани саун 1972 года на это требовалось особое разрешение. Как оказалось, кое-где с проверкой уже успели побывать сотрудники Роспотребнадзора. Поступали единичные обращения граждан по содержанию помещения бани. Контроль за исполнением требований настоящих санитарных правил возлагается на федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и будет осуществляться при осуществлении плановых или плановых проверок. Если выявляется нарушение в законе, налагается штраф на юридическое лицо от 10 до 100 тысяч рублей. Любителям попариться такие перемены только на руку. Главное, чтобы из-за покупки мебели и дополнительных тазов цены на банное дело не выросли. То я нанимаю вы Константин Зеницын, Дмитрий Гафанович. Новости сейчас. Новости сейчас.